Как гарантированно побеждать и занимать первое место в замечательно умопомрачительном ивенте «Закон джунглей». Как побеждать всех, при этом с минимальными потерями, легко и весело виляя хвостиком. Об этом поговорим в этом видео. Поехали! Я вас категорически приветствую на канале Мастер Викинг. Продолжаем играть, невзирая ни на что, в замечательную умопомрачительную игру Викинг Райз. Так, банда, как я вам уже говорил, вперед. Значит, давайте я вам сейчас более осознанно, тонко и понятно расскажу, что лучше всего учитывать для того, чтобы побеждать в этом ивенте. Прежде всего, основные герои. Как я вам уже показывал из видео выше, то в любом раскладе вот эта вот ивета, которая лечит и играет на пикинерах. Нет, давайте мы вернемся, давайте мы вернемся в историю и посмотрим, что у нас творится с Иветой. Ивета у нас играет в пвп, играет с другими вождями, она руководит пикинерами и это уже дает определенное право и имеет охренеть какую силу. Она теперь у меня сильнее, даже чем Рагнард. И поэтому выбор ее, естественно, здесь уже обоснован и просто как бы не подвергается никакому сомнению. Естественно. Поэтому берем ее. При выборе войск, которые вы берете, конечно же, нужно выбрать те виды войск, на котором вы будете играть. Выбирая их, вы должны учитывать именно этот момент, что это крайне важно. Теперь по бою. Так как у вас другие виды войск вас не интересуют, ребята, никогда не пытайтесь брать шлемы, каски, кастрюли и прочую дичь подбирать во время боя, которые вам вообще не нужны. То есть не имеют к вам никакого профильного отношения. Посему у вас есть 150 тысяч войск и с этим счастьем вам и предстоит, короче, гоняться. Так, давайте. Сразу смотрите, что это такое. Урон, получаемый войсками. Это нужная руна. Потратьте время на сборы рун и шмота. Если у вас базового шмота какого-то нету, однозначно вам лучше всего поискать из доступных здесь на карте. Так, ну магии, понятно. Техника скрытости, ну, такое себе. Скорость марша, я не знаю, это не обязательно. Здесь атака на 5%. Конечно, я сам так делал. Глупо. Так, исцеление, экстренное исцеление нам нужно. Вот этот шлем, смотрите, пехота. Он мне не нужен, поэтому брать я его не буду. Увеличение защиты пикинеров однозначно нужно брать, потому что это мои профильные войска. Ребята, многие с перепугу начинают бежать и подбирать все, что можно подобрать. Здесь атака войск, однозначно нужно. Вот эта руна, атака пехоты, видите, хоть она и золотая, она вам не нужна. Она не имеет никакого рояля, поэтому, ну, не заморачивайте и не тратьте на нее свое время. Магии, конечно, пустоту, бла-бла-бла. Может быть, это надо. Точка перемещения случайным образом вам тоже может пригодиться, когда будет ветер без сучков. И поэтому, ну, вот можно эту даже потратить и стать невидимым, потому что она вам еще не очень-то и потребна. Смотрите, где-то идут сражения, где-то уже идут боевые, блин, кровопролития, мама дорогая. А мы в это время тут занимаемся подбором рун. Но я думаю, что это, в принципе, неплохая стратегия, если вы готовитесь к дальнейшим баталиям. Вот мы видим, вот мы, как говорится, напали на след и побежали. Теперь в поисках какого-нибудь чуда. Чуда чудного. Так, а тут, ребята, уже перебили друг дружку так. Но никуда никто не денется, поэтому давайте, давайте будем их искать. Будем, как говорится, ловить на живца. Обычно все собираются в центре, поэтому, ну, метемся сюда. Так, еще какая-то магия, поражение. Ребята, уже не смешно. Дайте мне кого-нибудь убить. Я сколько буду за вами бегать, блин? А, вот сколько за вами можно бегать? Классно сыграть в игру и никого не встретить. Вот это, блин, люто. И вот это будет люто и интересно. Так, ну, кто-нибудь, ну, где-нибудь, а, ладно, я пошел в центр. Потому что так мы сейчас добегаемся. Так, вот здесь уже прямо чувствует мое сердце, что где-то кто-то... Вот это нужно контратаковать. Нужно 10% это хорошо. Идем дальше. Ну, ничего. У нас пока уверенный ноль. Как говорится, лидер в тени. Вот. Мы подбегаем к какому-то врагу. Можно бежать к нему не глядя. И мы видим, как набравший рун, мы начинаем ему поднаваливать. Но пока он не убежал куда-то по крысиному в сторону. Ну, ладно, что поделаешь, не все же такие доблестные. Так, вот еще один. Вот он кто-то еще один. Вот мы к нему тогда и подбежим. Да-да-да-да-да. Этого, конечно, так подлечим жизнь. Подлечим житушечку. Здесь добавим к нему немножко легких разрушений. Может быть, у этого парня не будет шанса от нас так свалить. Так, вот опять, вот опять кто-то телепортнулся. Они нас уже видеть не могут. Так, ну давай, давай, давай. Продолжим битву. Продолжим битву. Продолжим битву. Вот так вот. Видите, что значит нормально заапгрейдиться всякими ништячками? Я считаю, что это пойдет. Так, увеличение атака лучников. Это нам не надо. Это нам не надо. Блин, зачем мы ее взяли? Вот, поспешишь. Людей поспешишь. Так, пикинеров. Защита пикинеров. Но, тем не менее, пока мы отстаем, не уверено. Так, ну что же поделать? Что же делал? Вот, вот он, вот он, вот он, вот он. Кто-то там дерется. Кто-то там дерется. Тихо. Давай, давай, родной, давай. Вот этот давно, блин, бегает. Вот куда они дрыснули все, а? Вот куда они дрыснули? А, это мы успели его убить. Е-мое. Как незаметно кончился диван. Так. Эх, мне бы, мне бы, мне бы где-то найти какую-нибудь пополнялочку жизни. Не, нету. Будем надеяться, что кто-то сейчас там рубает кого-то. Давайте подбежим, посмотрим. Посмотрим, подбежим. Не, никто ничего не рубается. Мы тогда подождем. Мы подождем. Тактика, стратегия, ребятулечки. Все, прямой урон. Это нам нужно. Это нам все нужно. Это нам все пригодится. Ладно. Короче, не будем, не будем вот так вести себя, как девочки, блин. Отправимся на сражение с этим ниф-нифовым наф-нафом, блин. Давай, давай, гадина. Ну, сейчас, как обычно, здесь вот в таких случаях ты пока сражаешься. Рядом тебе где-то в район жопы прибежит какой-то вдруг волшебник с голубым вертолетом. И засунет тебе голубым... Так, ну ладно. Так, это что у нас такое? Увеличение атаки лучников? Нет, это нам не подходит. Магии мы, конечно же, подберем. Но, видите, не спеша, ребятулечки, не спеша, роднулечки, можно напасть и кого-то там, и кого-то там убить. Получаемый урон уменьшается. Спокойно, без всяких кипежей, мы идем, мы идем, мы идем сражаться, да. Ну, тут, конечно, мы биться не будем, а сделаем вот такой вот нехитрый телепорт. Ё-моё, блин. Пиу, пиу, пиу. Куда нас вынесло? Куда нас вынесло? Ну, ничего, ничего, ничего. Ну, свалили, да, ну, трусанули. Давай попробуем с черепахой, блин, зарубиться. Нет, давай попробуем вот так, с двумя черепахами зарубиться. Будет больше шанса, что она нас убьет. Надо, конечно, сдохнуть, знаете, ну, было бы неплохо. Так, тихо, черепаха, блин. Э, тортила. Ё-моё, убей меня быстрей, блин, убей меня, собака. Ёлки-палки. Я надеюсь, это была черепаха, да? Фу, слава богу. Слава богу. Теперь берем вот эту магию и возвращаемся к бить, к нашему побитчику, да? Вот тут он где-то должен и стоять. Где-то он должен тут и стоять. Вот тут мы его и накроем медным, как говорится, тазиком. Медным, маленьким, душистеньким тазиком. Вот так, ребята. Первое время, которое вы бегаете, я рекомендую всем подбирать всевозможные усилилки, усилялки и усилюлки. Вот, и вы будете за такими вот ребятами гоняться до умопомрачения. А так как у вас, если у вас скорость здесь больше, то я думаю, что у вас будет шансов здесь тоже, наверное, поболее убежать от него. Вернее, по крайней мере, догнать. Стоять, блин! Стоять секунд, блин, а! Ты смотри, какой! Ты смотри, какой трусливый! А, ну что ж такое будешь делать? Опа, мы провазали мимо него! Провазали мимо него! Та-там! Ну ничего! Мы зато мимо этого не промазали. Мы зато мимо этого не промазали. Это тоже не может не радовать. То есть, своевременно включайте магии по уничтожению. Опять гоняем, да? Опять метель! Та-та-ра-та-ра-та-ра! Так, он пришел нам мстить, и мстя его страшна, да? Ага, ну давай, ну давай, а мы не будем убегать от тебя. Ты что думал, мы будем бегать, что ли? Да, мы будем драться, блин. Как говорил Акела, блин, мы принимаем бой. Вот так, вовремя включенная магия дает тебе под дых, блин, и под жопник. Сейчас, подожди, подожди, сейчас тебе сзади насуют два абрикосика. И мы с тобой быстро, братан, покончим. Будешь знать, как на нас нападать. Вот так вот мы это все комбинаторно и мутанули. Ребята, вот так гарантированно, гарантированно, осознанно и правильно нужно проходить данный этот замечательный ивент. Это короткое видео, которое, думаю, многим пойдет зачет в понимание. Собирайте те войска, которые вам нужны. Собирайте те профили рун, профили шмота, которые вам крайне важно, необходимы для того, чтобы усилить ваш аккаунт в любом раскладе. При любом раскладе, даже если нас сейчас убьют, мы уже как бы ничего не теряем. Я думаю, что все бегут здесь хотя бы пнуть ногой хоть кого-нибудь, но это, скорее всего, нас. Но, тем не менее, с гордо поднятой головой, даже умерев, мы остаемся победителями в данной ситуации. ВИВО ЗЕ ЧЕМПИЙОН Вот так вот, вот такая история, ребята. Возвращаясь в свою комнату, можете смело пройти, посмотреть. Собирайте профильные руны, камни, не спешите. Берите профильные войска, которые вам необходимы для прохождения. И вот здесь можно будет что-то уже покупать, докупать, закупать. Я думаю, что у нас еще есть время. Вот такая история, которую я вам хотел сегодня рассказать, показать и посоветовать. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, получайте ответы. По возможности буду делиться своим опытом. Да приводит с вами сила, с вами я, мастер. И обязательно играйте в хорошие игры. Сделать сказку без риска, работай как мастер, чтоб не потерпеть фиаско. Субтитры сделал DimaTorzok